С 1 января изменился порядок оплаты общедомовых нужд. Теперь ОДН переходит в строку содержания жилья. Об изменениях в жилищном законодательстве говорили сегодня на пресс-конференции с представителями регионального департамента ЖКХ. Коснулись в ходе беседы повышения тарифов за комуслуги, капитального ремонта и вывоза ТБО. Татьяна Красикова продолжит. К строке ОДН общедомовые нужды в платежке собственники жилья уже привыкли. Правда, размер ОДН всегда вызывал немало вопросов, поскольку с каждым месяцем значения становились все выше. С 1 января размер платежа фиксированный, начисления производятся по нормативу и теперь включены в строку содержания жилья. Преимущество в том, что эта плата будет всегда постоянная, она не будет меняться от месяца к месяцу. И все сверхпотребленные домом коммунальные ресурсы управляющая организация будет вынуждена оплачивать за счет своей прибыли. С 1 января изменения коснулись и размера взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь они стали дифференцированными. Собственники многоэтажек с лифтами будут платить за один квадратный метр 7 рублей 88 копеек, остальные же 7 рублей 60 копеек. При этом платеж вырос на несколько процентов. К сожалению, сейчас пока нет возможности оставить его на прежнем уровне, чтобы он не рос. Потому что у нас третий год программы, три года растет этот взнос, как в принципе и все. Но в этом году было принято правительством области решение минимально ограничить, сделать этот рост минимальным. Всего в этом году в регионе будет отремонтировано 163 многоквартирных дома, в том числе 33 многоэтажки в Белгороде. Работы начнутся уже в марте. С этого года планируется усилить механизм общественного контроля. Помимо капремонта домов, особое внимание будет уделено обновлению лифтов. Регион вошел в пилотный проект по ускоренной замене лифтового оборудования. В этом году полностью обновят 500 единиц. Никаких дополнительных трат для собственников это не повлечет. Это достаточно такая серьезная программа. Мы начнем ее реализовывать уже на территории области с мая месяца. При участии Министерства строительства, при участии банков будет подписано соглашение. И эта программа будет реализовываться. Коснулись на пресс-конференции и программы по переселению граждан из аварийного жилья. Эта работа началась в регионе с 2013 года. К сентябрю этого года ее планируют завершить. На сегодняшний день новое жилье получили почти 6 тысяч человек. В этом году жители еще 64 домов переедут в новые квартиры. За качеством построенных по программе переселения домов следит специальная комиссия. Если они были сданы с нарушениями, объекты будут взяты на контроль Минстроем. С нас Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации по каждому дому спрашивает. Сроки мы устранения нарушений всегда выдерживаем, потому что все понимают серьезность этих нарушений. Более того, у нас введена даже штрафная санкция за неустранение таких нарушений. Рассказали журналистам и о новой системе вывоза мусора, которую планируется ввести со следующего года. Вместо твердых бытовых отходов начнут использовать понятие «твердые коммунальные отходы». Но самое главное – начисления будут производить не с квадратного метра, а с человека. Этот год станет переходным. Регион на конкурсной основе определит двух операторов, которые займутся вывозом и захоронением отходов. До 1 января 2019 года дано право регионам, точнее обязанность регионам, выбрать региональный оператор и запустить новую систему вращения с отходами. В нашем регионе мы планируем это конец 2017-го, начало 2018-го. 2019 год – это окончательная и бесповоротная, скажем так, цифра. В год экологии в области займутся ликвидацией свалок. Так уже формируется их список. Также планируется оборудовать два новых полигона для захоронения отходов и 19 площадок временного хранения. А весной в Губкинском районе начнут строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, аналогов которому в стране пока нет. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.